Привет, друзья, на связи Звездный Капитан. В данном видео я расскажу вам про Титанов из фильмов Атака Титанов. Вы узнаете про их биологию, способности, поведение, отличие от манги и аниме, и про многое другое. Ставьте палец вверх, если не хотите, чтобы какой-то мужик желал превратить вас в Титана, тыкая в вас своим шприцом у себя в подвале. Итак, Титаны. Для начала пара слов о самих фильмах. Как и положено, перед нами типичный представитель японского кринжа. Формула тут простая. Берется популярная манга или аниме, а иногда и все вместе. Но в итоге получается не прекрасная принцесса, а чудище Франкенштейна. Монстр чаще всего глупый, страшный и просит себя убить. Но я отдам должное. От сцены уничтожения Титанов Эроном в конце первого фильма я получил огромное удовольствие. Что же мы имеем? Сразу прошу прощения за частое использование слов «Титан», «манга», «аниме» и «фильм». Без этого никак. Из всех существующих фильмов по аниме и манге, атака Титанов пострадала, как мне кажется, больше всего. Начать стоит с происхождения самих Титанов. В манге и аниме процесс описан в подробностях. Самый простой и быстрый способ – вколоть жертве спинномозговую жидкость Титана, что приведет к почти моментальной трансформации. Прекратите! Хватит! Прошу! Такой человек становится обычным представителем вида гигантов. Его жизнь подчиняется одной единственной цели – поиска поедания людей, наделенных силой Титанов. Если такая задача успешно выполняется, то из неразумного Титана человек превращается, что логично, в разумного. Вдобавок, получая уникальные силы и способности. Появляется возможность контролировать превращение из человека в Титана и обратно, как и добавляются в ваш арсенал разные полезные плюшки. Все хорошо, но лишь до тех пор, пока вас не сожрет другой неразумный Титан, забирая в процессе ваши силы. На самом деле, нюансов у описанного процесса еще много, но основную мысль я описал исчерпывающе. В фильме все совсем по-другому. Сохранена лишь основная линия событий, но в размытом виде. Самое большое отличие заключается в том, что тут действие происходит на нашей планете. И ровно через сто лет после глобальной катастрофы, из-за которой появились Титаны. В манге и аниме Титаны появились еще две тысячи лет назад до событий серии. А место действия происходит в вымышленном мире. В фильме поселение героев располагается непосредственно в постапоклиптической Японии. Правительство этой страны где-то в начале 21 века добилось серьезных успехов в разработке биологического оружия. Цель была простая. Создать суперсолдат, благодаря которым можно было бы захватить весь мир. Как это обычно бывает, эксперимент вышел из-под контроля, и на свет появились Титаны. В отличие от аниме и манги, где в процессе превращения участвовала упомянутая ранее спинномозговая жидкость, в фильме за трансформацию людей после самого первого военно-научного эксперимента стал отвечать вирус. Передача жертвы осуществлялась любым возможным способом. Аэрогенным, например, если на вас кто-то чихнул. Контактным, то есть через рукопожатели, половым путем. Фекально-оральным, привет всем любителям уринотерапии. И другими способами. Из-за такого многообразия распространения, вирус быстро пошел гулять по всему миру, заражая случайных людей. Предсказать, по кому будет произведен очередной удар, было невозможно. Человек мог просто покупать дошек с хлебом и майонезиком. А в следующий момент он уже превращался в Титаны и пожирал всех находящихся поблизости людей. Цели у Титанов, к слову, также изменились, в отличие от манги и аниме, но к этому мы еще вернемся. В итоге мир в привычном нам понимании перестал существовать. Все цивилизации были уничтожены. Немногие выжившие строили города за высокими неприступными стенами, за которыми оставались многие годы. Очень интересен один момент. В аниме, манге и стен есть выход во внешний мир, чем люди часто пользовались, совершая вылазки и проводя разведку. В фильме никаких способов выбраться нет. Отсутствуют ворота, через которые можно было бы покинуть территорию города. Также внутри стен, на небольшом от них удалении, возведены укрепления, снабженные современным по нашим меркам вооружением, пушками, автоматами и базуками. Хотя вероятность уничтожения таким оружием Титана все равно крайне мала. Также присутствует и разная военная техника. Хотя в аниме и манге внутри стен основным видом транспорта были лошадки. Казалось бы, почему люди вообще проиграли Титанам, имея такое мощное оружие? Да все дело в описанном ранее вирусе, который вызывал спонтанное превращение. Но почему подобных трансформаций не было в самом фильме? Этот вопрос не уточняется, но можно сделать предположение, что они прекратились после перемещения людей за стены. Вирус по тем или иным причинам был уничтожен и больше не мог заразить человека. Остались лишь уже превращенные в Титанов люди, которые не могли погибнуть от старости, и большей части физического урона. Единственной возможностью превратиться в Титана, причем разумного, стала инъекция вещества, созданного на основе указанного вируса. Но разнообразия смышленышей ждать не стоит. В двух фильмах их всего три. Пострадали по качеству и сами неразумные Титаны. В аниме и манге они приставали перед нами в самых разных вариантах. Высоту от двух до пятнадцати метров, а пропорции тела были часто существенно деформированы, что только нагоняло жути. Огромные или крошечные головы, такие же странные руки, вздутые с животы, торчащие сквозь плоть скелет. В фильме все намного скромнее. Большая часть Титанов имеет одинаковую высоту, а аномалии тела встречаются очень редко. А вот биологический аспект автора фильма как раз решили взять из манги и аниме. Органы работают не все и независимо друг от друга, а некоторых из них и вовсе нет. Отсутствуют письки, пиписьки и задний проход. Все логично, ведь необходимости в репродукции, мочеиспускании и дефекации нет. Добыча попадает в огромный желудок, где медленно разлагается. Дальнейшая ее судьба неизвестна, хотя в сериале и печатном издании все разжевано. Титаны ловят и поедают людей, но совершенно не по тем причинам, что в аниме и манге. В фильме это просто инстинкт, который заставляет монстров жрать человечков. Причем тут они могут поедать несколько жертв сразу или разных части. В аниме и манге титаны более целеустремленные, поймав добычу, сосредотачиваются именно на ней. Все это само собой имеет объяснение, которое я высказал чуть ранее. В фильме гигантские ушлепцы поедают людей просто так. У них нет цели найти и съесть своего разумного собрата, ведь это никак на них не повлияет. Глупые титаны попросту воспринимают их в качестве врага и пытаются уничтожить. Другим интересным фактом является поведение таких существ. Когда Эрон в фильме надавал люлей определенному количеству обычных титанов, остальные убежали. А в аниме и манге у них нет никакого инстинкта самосохранения. Они просто прут на свою цель и пытаются ее съесть. Еще в фильме отсутствуют аномальные титаны, которые отличаются непредсказуемым поведением и другими особенностями. Кое-какие их черты просто перекочевали их обычным собратьям, которые изредка стараются вытворять что-то необычное на поле боя. Получается, конечно, довольно плохо. А еще в стенах никаких титанов нет. Оно в принципе и понятно. Предыстория фильма была существенно изменена, а потому места подобному моменту просто не нашлось. Как и в аниме и манге, обычные титаны в фильме проявляют активность в дневное время, а ночью спят. Ну, это исходя из слов некоторых героев. В действительности же существа не следуют этому правилу и легко нападают даже ночью. То, что некоторые разумные титаны могут контролировать обычных, даже в ночное время мы опустим, так как в данном случае это не имеет отношения к делу в связи с отсутствием такой способности в фильмах. Кстати, тут титанам помимо возможности мычать и стонать добавили еще и смех, что звучит очень хрипово. Разумных титанов в фильмах всего три. Колоссальный, атакующий и белобрысый. Из себя они представляют либо обрезанную копию из аниме и манги, либо объединенный вариант из нескольких титанов, также обрезанный. Колоссальный титан, как и положено, отличается огромной высотой. Правда не в 60 метров, а уже в целых 120. Может контролировать выделение пары из своего тела, который обладает столь высокой температурой, что у находящегося поблизости человека кожа и плоть начинают пузыриться и отслаиваться. Из-за этой особенности тело самого Колосса в буквальном смысле представляет из себя булькущую огненную кашу. Других особенностей аналога из манги и аниме нет. Отсутствует взрывная трансформация и другие интересные плюшки. Кстати, владелец силы разумного титана в фильме находится в шее в неком пузыре, наполненном жидкостью. В целом это похоже на нахождение младенца в утробе матери. В манге и аниме все совсем по-другому. Соответственно, появление шеи титана также различается. Далее у нас идет белобрысый или белый титан. По словам создателей фильма, это смесь бронированного и титана-женщины, что можно проследить само собой по броне и по боевому стилю. Несмотря на это, белый является жалкой копией своих аналогов из манги и аниме. Его почти что уничтожил скромный отряд из пяти человек в УМП, а Эрен в своей форме титана и вовсе надрал ему задницу за несколько минут. Броня белого вообще показана довольно странно. Сначала она давала ему очень хорошую защиту, а потом ее легко обошли. Избили самого белого и проткнули его несущим винтом от вертолета. И это при том, что владельцем этого титана был самый опытный воин среди всех обитателей стен. Фишек с усилением брони, само собой, нет. Атакующий титан без особых изменений перекочевал из манги и аниме. Кроме того, что он больно бьет, ничем другим похвастаться не может. Вообще, очень обидно, что разумным титанам в фильмах уделено так мало экранного времени, а их способности так плохо раскрыты. Сохранена регенерация, которая распространяется как на титана, так и на его носителя. А вот ограничение на срок жизни, дополнительное усиление, контроль неразумных титанов, наследование памяти, разные особенности трансформации, все это спущено в унитаз. Что забавно, так это оставленная возможность ассимиляции владельца силы титана с телом его титана. То есть, растворение его оболочки внутри и превращение в неразумную версию. В манге с Эреном как-то раз почти произошла подобная неприятность. Это все на сегодня. В фильме «Поселение героев» располагается непосредственно в пост-акопли... В пост-акопли... В пост-акопли... В пост-али-ко... В пост-ап-поклип... В пост-ап-коплип... Сука. Дела звероподобного титана очень плохи. Закусали его жопу гигантские блохи. А тут какой-то еще пришел Акерман Леви. Ждет он макаку без вазелина в постели.